Да, я, наверное, спрошу вопрос, Ярослав. А вот если совесть — это абсолютная истина, вот она у всех одинаковая или у всех разная? Ну то есть совесть у всех разная, или она одна всех объединяет, или у каждого своя? Это мы этот вопрос разбирали на прошлом семинаре. Там я приводил... Если я сейчас найду, я попробую найти сейчас. Цитаты эти. Я опирался на христианскую традицию в этом разговоре, который в прошлый раз у нас был. И я нашел сейчас эти слайды. Например, смотрите. Эта совесть часто ассоциируется с понятием сердца. И вот... А сердце — это средоточие. Вот Ава Исидор, один из христианских каких-то святых, или, ну, по крайней мере, монахов. Может быть, я не знаю, кто это, я не знакомился с ним глубоко. Он говорит, не только страшны все демоны, сколько страшно следование собственному сердцу, то есть своим помыслам, а не закону Божию. То есть он вот так вот позиционирует. А другой, признанный святой христианский, он говорит тоже о сердце. Чтобы принять и увидеть в сердце свет Христов, надо, насколько можно, отвлечь себя от видимых предметов, предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в распятого, закрыв телесные очи, погрузить ум внутрь сердца и вопиять непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть оба говорят о сердце. Оба говорят об одной и той же, так сказать, точке в нашем психофизическом теле. Но один говорит, надо сосредоточиться на сердце, а другой говорит, не надо сосредотачиваться ни за что. Нет, ничего хуже, даже демоны не так страшны, как слушание собственного сердца. Они говорят об одном сердце или о разных? Я думаю, что, может быть, физически как бы локализация-то одна, но суть, которую они подразумевают, абсолютно разная, что Ава Исидор говорит о своих помыслах, а Серафим Саровский говорит о мотивации того, что он стяжает Дух Святой. Это цитаты из книги «Стяжание Духа Святого». Поэтому всё тут зависит от мотивации. Если я просто слушаю сердце своё, фантазирую, витаю в облаках, это одно состояние. А если я вопрошаю, если я нахожусь в состоянии вот этого Ишварапранитхана, как в йоге это описывается, вручение себя Всевышнему, тогда я по-другому услышу и совесть. Это то, о чём говорит профессор православный, как же его зовут, Осипов Алексей Ильич, по-моему, его одна прихожанка спросила, как отличить голос совести от голоса вот этих шептунов, там, демонов всяких и так далее. Он говорит, если ты вручаешь себя Богу, как же он позволит тебя кому-то обманывать? То есть речь идёт именно о нашем нацеленности, о нашем глубинном мотиве. Если я в обручении нахожусь или в самопосвящении себя, вот в этой Высшей Истине, тогда я услышу одну совесть. А если я сосредоточен... А об этом говорит Кришна в Бхагавадгите. Он говорит, тот, кто поклоняется предкам, идёт к предкам. Тот, кто поклоняется полубогам, идёт к полубогам. Кто вручает себя мне, идёт ко мне. То есть куда... Или Иисус Христос говорил, где сердце ваше, там и сокровище ваше. То есть куда мы нацелены, оттуда и будет совесть. Совесть – это же просто весть. Весть. То есть я живу с вестью. А кто мне диктует весть, это зависит от того, по которому номеру я звоню. Вот у меня, например, телефон. Это тоже совесть. Понимаете? Я наберу номер, и придёт весть благая. Понимаете? Там звоню Андрюше, весть придёт от Андрюши. Звоню Марусе, весть придёт от Маруси. Всё будет зависеть от того, чей номер набран. Понимаете? Вот и вся совесть. Вот совесть, она вот. Куда я звоню? То есть у вопрошающих, как бы, получается, совесть у всех, это как бы путь к Богу. То есть он может быть разный, но он как бы путь туда. Он путь туда. Да, тот же Осипов, он об этом говорит. Есть ролик, могу прислать, у меня где-то сохранён вконтакте, ролик Осипова, где он признаёт, что совесть, это да, это весть Божья. Это весть Божья. Но вот надо понимать, что наш мотив очень важен, что идём ли мы к Богу сами.